Она так и не нашла своего женского счастья и не познала радость материнства, хотя в браке с Александром Збруевым ждала ребенка. Была пять раз замужем и потеряла новорожденную дочь. Села за умышленное убийство мужа и стала настолько известной актрисой, что ее приглашали в Голливуд. Как сложилась непростая судьба Валентины Малявиной. Мы ее знаем и любим по фильмам «Первые свидания», «Иванного детства», «Портрет Дариана Грея» и «Король олень». Ей пророчили известность в Голливуде, но советские чиновники сделали все, чтобы не выпустить актрису из страны. А ее первый брак распался после страшной трагедии, произошедшей с ней и ее еще нерожденным ребенком. Как рассказывала сама Малявина в воспоминаниях, ни ее мама, ни мать Александра Збруева не хотели рано становиться бабушками. И при помощи гинеколога вызвали искусственные роды на седьмом месяце беременности. Малявина до конца жизни жалела, что сделала аборт. А Збруев заподозрил предательство жены и вскоре первый брак Малявиной затрещал по швам и распался. Вторым супругом стал режиссер Павел Аксенов, с которым Валентина стала встречаться еще до развода со Збруевым. Но и в этом браке умерла ее новорожденная дочь Мария. Девочка родилась здоровой, но из-за ошибки врачей в роддоме у Маши началось заражение крови. Спасти ребенка не удалось. После этой трагедии Малявина и начала употреблять коричительные напитки. Затем был роман с актером Александром Кайдановским, но из семьи Валентина не стала уходить ради любовника. Павел Аксенов ждал, что супруга одумается, но она бросила и Аксенова, и Кайдановского. А вот гражданский брак с актером, который был на 12 лет моложе Валентины, стал для нее роковым. Станислава Жданько не стала в возрасте 24 лет. Его нашли на кухне с ножом в груди, а Малявина утверждала, что это было самоубийство на почве нервного расстройства. Дело закрыли, но через 5 лет по требованию родственников, убитых горем, оно было возобновлено. Суд признал Малявину виновной в умышленном убийстве, и Валентина получила срок 9 лет, но через 4,5 года попала под амнистию. С такой содержательной и нелестной биографией Валентина снилась еще не в одном фильме. И она продолжала быть красивой и желанной женщиной для многомиллионной аудитории. Но ни с четвертым мужем-кузнецом, ни с пятым иконописцем счастья актриса не нашла. Она начала не просто выпивать, она начала злоупотреблять. Однажды ударилась головой о дверной косяк и потеряла зрение. А Александр Сбруев до последнего дня Малявиной навещал ее в специализированном пансионате, где этой осенью на 81 году актриса ушла из жизни. Он любил ее до последнего, а она сильно раскаивалась в совершенных ошибках молодости. А как вы считаете, мы сами строим свою судьбу или все же есть та судьба, от которой, что бы мы ни делали, все равно нам не уйти?